Всем привет! Мы сегодня отправляемся в Лаос! Как вы заметили, линза у нас уже пришла, Таечка не обманула. Макс идет уже с рюкзаком. Я иду с документами. Котик, сумка, все с собой. Нам сейчас нужно добраться до Теско-Лотоса. Мы решили, что байк свой оставим дома. И поедем своим кодом, пешочком на тук-туке. Короче, записали мы видео. Прошли метров 20 и поймали такси. За 150 договорились. Макс счастлив, потому что в прошлый раз он сидел спереди. И нельзя было откидывать сидушку. Кайф? А сейчас кайф. Будем фильмы смотреть, да? Приятно будет ехать, наверное, до этого, до Лаоса. Вот он наш. Кристина. Кристина, да? Да. Максим. Максим, да? Да. Мы специально сказали, чтобы нас не забирали с контика, а забрали именно с заправки возле Теско-Лотоса, чтобы занять удобные места. В прошлый раз я сидела сзади, а Макс сидел спереди рядом с водителем. Как они гоняют, это очень страшно. Поэтому мы очень рады, что мы все-таки решились. И, кстати, не зря мы сели в такси. Не зря мы сели в такси, потому что, если бы мы не сели в такси, мы бы не успели просто. Сейчас едем по городу собирать народ. И отправимся в Лаос. И я хочу сказать огромное спасибо семье Шевченко, которые просто нас выручают во второй раз и забирают батика. Спасибо вам большое. Благодаря вам я еду спокойно. Мы уже на первой остановке. Ехали примерно часа полтора, и там участвовали, собирали людей. Хорошо, водитель нормальный, едем, все прям классно. Поэтому думаю, что мы доедем прям отлично. Остановка – это заправка, 7-11, курилки, туалеты, то есть как и везде. Не знаю, буду ли я вставлять еще остановки или нет, но в любом случае, пока все идет замечательно. Мы никуда не гоним, и нам очень комфортно. Ну, поехали дальше. Показатель потерял крестинки на фотке. Мы их возле автобуса нашли. Сначала одну. Мы принесли. Он сказал «Нормас». Спасибо. Потом мы пришли, нашли вторую. Он сказал «Окей». Нормально. Показать. А потом водитель к нам подходит и говорит «Да где еще одна фотка?» Нет, он сказал, что вообще фоток нет. А, фоток нет вообще. Где фотки? То есть он крестинку не заметил вообще. И крестинка, короче, все, она не продлилась и едет домой обратно. Доброе утро. Время полшестого утра. Полшестого? Мы наконец-то приехали. Или полпятого. 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 Полпятого утра. Мы приехали уже на границу. Она открывается, мы не помним, по-моему, в 7 часов. В общем, сейчас все люди фотографируются для документов. Мы, слава богу, нашли наши фотографии потерянные, которые полялись вообще на остановке 2 назад. Я проспала 2 остановки. Макс не спал. Мы планируем сегодня выйти в город. И сейчас надо как-то убить время. Мне кажется, обо мне видно, что я хорошо проспала в автобусе. Вот, здесь прохладнее, на 4 градуса. Я уже посмотрела. 22 градуса. Мега-хоум. Браница уже в полутора. А вот так выглядит Макс, как типичный турист. Повернись к нам спиной. Просто. Я готов. Ты куда собрался? На 2 недели? Че, 3 недели. Там твои вещи, а не мои. Там теплые вещи твои. Теплые? В Россию едем. Да. Здравствуйте, коллеги. Мы ведем прямой репортаж с Центра Событий. В Таиланде, на границе с Лаосом, начинается зомби-апокалипсис. И все люди бегут из страны. Просто посмотрите, сколько людей. Они все готовы. Это выжившие. Выжившие, которые просто успели схватить все, что нужно. Но паспорта обязательно. И просто на чем были, на том и приехали. И ровно в 6.00 открывается граница. И будет рран. В общем, 20 минут, в принципе, мы прошли... Блин, ковары. 20 минут, и мы прошли все быстро. Все здорово, людей мало. И я надеюсь, что очень мало людей будет по учебной визе, чтобы быстро все пройти уже и пойти отдыхать. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Так. Это автобус без стекол. Без стекляны. Без стекла. Вот мы ищели. Без стекла. В прошлый раз на этой границе мы простояли очень долго времени. Надеюсь, в этот раз все произойдет намного быстрее. Люди, живущие между двумя границами, а не кто? Они нейтральная сторона. Сейчас мы будем здесь стоять, наверное, около часов двух. По крайней мере, в прошлый раз мы так и было. Но в этот раз вообще людей видно заметно меньше. Граница уже работает. Нам осталось дождаться нашего водителя, забрать у него паспорта, пройти какие-то. В этот раз все прям благополитно. На улице, короче, дымка капец. Листву жгут, здесь осень. Холодно. Холодно прям, холодно. Уже солнышко встало. А мы все ждем. Смотрю погоду. Ну, капец, нет и нет до сих пор нашего водителя. Макс, ладно. Убирается ладрушка. Мы уже прошли вторую границу, уже идем присутствовать. Я снова спала. А людей-то там немало. И спереди еще тоже. Придется стоять и ждать. Да? Все. Да, я не буду спать, Кристина. Спать хочу сейчас здесь, чтобы тратить. Ну, это в любом случае само-самое было. А? В общем, осталось дело за малым. Надо стоять вот эту очередь. Там народ еще стоит. Нас пропустили, потому что у нас есть паспорта и виза. Надеюсь, что придется все быстрее. Ну, увидим. Сейчас повыгоняют народ. Мы таки ехали. Уже плестились. И будем всех ждать. Все равно. Прошло, наверное, часа два с половиной. Мы только отдали документы. И сейчас еще где-то минут 20 сидеть, ждать, когда нам могут вернуть. В общем, самое сложное – это подача самой визы. Все остальное, в принципе, фигня. Но стоять только на ногах – это реально очень сложно. Макс вон ушел, стоя, стоять ждать. Вон он там спрятался. А я села в наглую, где паспорта собирают, потому что я устала столько сидеть. Здесь уже все опустело. Народу нет. Только в деталке чуть-чуть осталось. Что осталось нам только до отеля доехать. Макс уже на нервах весь. Уже устал, уходит спать. А приходится ждать. Потому что время уже... Вот столько. А к ураницу мы переходили в 6 утра. Я Макса сейчас накрутила, что могут просто отказать. То у тебя, Кристина, то фотки потерялись, то с СССР ты... Посмотрим, что дальше. Да, кстати, мне заполнили и написали, что я родилась в СССР. Пусть я 92-го года и это априори не может быть СССР. Все, сейчас Макс позовет. Макс и... Он показывает себя. Я сейчас буду проверять его документы. Смотрите, это я. Это я, Максим Намаскин. Дайте мне визу, пожалуйста. Дайте визу. Дайте, ну, пожалуйста. Возьмите меня. Возьмите меня. Что такое? Смотри, как нервничает. Не сдал экзамен? Да, не сдал экзамен. Мы такие дворечники, но написали, что мы не сдали экзамен. Окей, Макс, иди. Короче, мы сдали документы. Знаете, что нужно делать в таких случаях? Бить. Бегом домой. Так, машина еще будет ждать людей. Ну, это же был прикол на видео, что ты, блин, все портишь. Я, наоборот, прикол сделал. Прикол в том, что ты еще сейчас будешь ждать. Долго ждать. Макс, короче, решил сразу пивать, чтобы потом никуда не ходить. Ну, иди, бери из холодильника. Мы еще взяли вот такие бутеры со свининой, потому что хлеб очень понравился. Ну, и в отеле, насколько мы помним, там кормят не очень вкусно, поэтому мы решили взять сразу, чтобы потом никуда не бегать. Мы приехали. Самое главное, вот я половину уже съела по пути. И сейчас я вам покажу отель. Мы в нем останавливались. Ай, в прошлом году. Вот такой отель. Кормят здесь отвратительно. Нам сейчас нужно заселиться. И можно отдыхать. Сначала я думаю, что мы сразу кушать пойдем. Ну, пошли покушаем. У нас тут ресторан. Неужели мы успели на шведский стол? Прошлый раз нам сказали, выбирайте два блюда на выбор. О, в смысле, из двух. Одно. Ну, это хорошо. В общем, мы с Максом одинаковые во вкусах. Выбрали какие-то овощи с мясом тушеные. Рис и хлебушек. Пожелайте нам приятного аппетита. Макс принес сок. Ну, а мы будем кушать. Вот такая красота. Все, кто тоже кушает, приятного аппетита. Мы покушали меньше, чем за минут шесть, наверное. Три. За три минуты, да, как варень. Больше квали. И пришли заселяться. Только здесь никого нет. Коко. А здесь есть кнопочка? Смотрите. Сейчас все сбегутся. О, первый претендент. Вот. Ну что? Сейчас мы покажем наши карточки, и нас заселят. Все очень легко и просто. Потому что мы купили пакетный тур. Все за нас делают. Нам ничего вообще не нужно вещать. У нас, наверное, на третьем этаже. Мы взяли одно... О, здесь можно за пять долларов снять мотоцикл в аренду. Смотрите. А, это шелосипед. Точно. Короче, сейчас мы поедем в номер. Посмотрим, что за номер. А там был телевизор у нас в прошлый раз, или нет? Класс. С русскими каналами причем. А вечером мы хотим выехать в город. Чтоб в прошлый раз мы этого не сделали. И пить пиво. Сегодня праздник. Ты достал. Детя. 311. Жаль, я не заснялась. Сейчас мужика, который... Типа из пуговоз. А здесь дискотека есть. Вот, вот, так он у нас был здесь. Я надеюсь. В тот раз у нас вот такой был. Не видно. Вот, видно. Но он не такой красивый был. Там был какой-то старый. Нормальный был. Шарпанный был. All inclusive. All inclusive. Русские отдыхают. Вот, смотри, как классно. О, наш номер. Смотрите, вообще кайф. Просто кайф. И поехали. Открываем. Вау. Сейчас, секундочку. Смотрите. А у нас без этих крест. Без чего? Без окна. Ну и ладно. Прикольно. Как вообще. Давайте смотреть номер. На входе у нас есть мини-бар, которым мы, конечно, пользоваться не будем. А, тут нет мини-бара. Просто холодильник. Есть шкаф. Что у нас в шкафу? Давайте сейчас, смотрите. А где это павлин? Павлин? Пусто. Но класс, можно вещи поесть. Свет такой, как бы, приглушенный. Макс в кайфе просто, да? Розеток у нас много? Две? Да. Две розетки. Да. А здесь, как мы будем смотреть телек, скажи мне, пожалуйста. А, нет, тут есть розетка. Как он включил? Много. Так. Вот такой вот номер. Небольшой. И ванная. Туалет. О, душ без перегородки. А, что у вас тоже будут перегородки? Полотенчики есть? Все есть. Все. Знаете, о чем я мечтала, что я мечтала сделать все это время? Это сделать вот так. Тяжело и нужно хоть как-то поспать. Доедим наши бутеры, поспим, а вечером выйдем вместе с вами в город. Поэтому обязательно досматривайте ролик до конца. Нам сказали, что здесь очень красивые фонтаны. И какая-то набережная, и ночной рынок, на который все ходят. Поэтому мы обязательно туда сходим. В прошлый раз мы этого не сделали, но в этот обязательно. Так что мы спать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.